Рудайв! Хорошо, давайте начинать. Да, все, 7 часов. Это большой белый танец. Что? Большая белая. Ну вот согласись, что по популярности позывные нотки программы «Угадай мелодию» пока лидируют. Да, да. Всем привет, кто хочет слышать. Я хотел тебя попросить сделать эту музыкальную заставку для нашей передачи, потому что она уникальна, и ты ее придумал. Спасибо, что ты сделал ее сам по своей инициативе. Очень интересно. Итак, друзья, всем добрый вечер. Мы начинаем эфир «Руда и видение». И сегодня мы поговорим с создателями фильма «Большой белый танец». Давайте для того, чтобы мы были уверены, что вы нас видите и слышите, и для разогрева поставьте плюсики все, кто видел фильм, и поставьте нолики те, кто фильм не видел. Ну и поставьте минусики те, кому фильм не понравился. Вот я считаю, так честно будет. Дима, поскольку мы этого не видим, ты хотя бы нам картину обрисуй. Вот идут плюсики, а вот Кристина даже три плюса поставит, значит, она смотрела фильм три раза. Видела. Это не я в смысле. Отлично. Практически все видели, но некоторое количество не видел. Очень жаль, но мы после нашего сегодняшнего рассказа, я уверен, что все обязательно посмотрят. Итак, ребята, большая белая акула. Напоминаю, кто это. Это животное, многоклеточное, позвоночное, класс рыбы, подкласс хрящевой рыбы, семейство сельдевое. Вид Кархарадон Кархариас. И в 1974 году Питер Бенчли написал новеллу «Челюсти», по которой Спилберг снял очень известный фильм, триллер, после чего на большую белую акулу объявили настоящую охоту. На многие годы она оказалась просто каким-то пугалом, исчадием ада. Ее боятся все. Ее реально убивали, преследовали, потому что считали, что это зло. И после этого Питер Бенчли даже стал защитником акул. А по итогам этого фильма «Челюсти» было снято огромное количество разных фильмов, и все они были триллерами, много кровища, и акулы там были представлены вот такие демонами в море, которые злобно преследовали людей, в общем, имидж акулы очень сильно в кинематографии подмочила. И вот, наконец-то вышел фильм «Большой белый танец», который удержался от скатывания вот в эту кровь там, или ужаса. Он не погнался за этими рейтингами, и фильм, на мой взгляд, вышел очень красивый и очень информационно насыщенный. Очень много информации полезной и научно обоснованной. За что, Валдис и Кристина, вам огромное спасибо. Я вам представляю моих сегодняшних собеседников, Валдис Пельш, известный телеведущий, и идеолог этого фильма и создатель, и Кристина Козлова, главный режиссер этого фильма. Уверен, что за этим экраном аплодисменты, но, пожалуйста, ребята, не включайте ваши микрофоны и видео для того, чтобы не было вот такой какофон. Итак, первый вопрос, Валдис, к тебе. Как пришла идея создания этого фильма? От жадности. Потому что у меня была большая четверка, собрана не полностью. У меня была тигровая, вообще первая такая серьезная акула, которую я встретил в своей жизни на Мальдивах. Потом у меня была длиннокрылая, она же океаническая белоперая, и у меня была серая быча. И у меня не хватало большой белой, чтобы замкнуть большую четверку, и хотелось это сделать, а, наверняка, б, за счет кого-то. Ну, в данном случае за счет РД-студии, компании-производителей. Поэтому я придумал фильм, собственно говоря, идею, что поехать и познакомиться с ней, но если мы будем просто ехать и просто нырять в клетках, это будет достаточно скучное, однообразное действие. Нужно было придумать какую-то историю внутреннюю, историю некую внешнюю. Был придуман такой ход, что будет четыре ныряльщика, это будут известные люди, за счет того, что они любимые и популярные. Все они были популярнее и гораздо любимее меня, это Аня Ардова, Яна Чурикова и Леша Макаров. За счет того, что они будут сами по себе интересны, это привлечет какое-то внимание. Более того, мы их делим четко по принципу. Двое достаточно опытных дайверов, более-менее, и двое людей, которые вообще не знают, что такое открытая вода, никогда не видели не то, что акулы, они даже не видели, я не знаю, рыбку-клоуна, например. И мы, предсказывая некое опасливое отношение к этому предприятию в начале фильма, мы с ними разговариваем, они рассказывают нам свои впечатления, и мы смотрим, изменится ли их отношение, изменится ли их понимание Большой Белого в течение фильма. Это была некая такая одна линия сюжетная. Вторая сюжетная линия — это возможность, вернее, попытка показать зрителю, как можно общаться с Большой Белой, несмотря на то, что правила общения достаточно строгие и, скажем так, загнаны в некие рамки. Поэтому первый день все ныряли в клетках, второй день мы использовали благодаря нашему товарищу и наставнику, и человеку, который привнес наш фильм очень много, это кандидат биологических наук Дмитрий Орлов, сидящий... Дима, это ты! Вот. А поскольку Диму мы кооптировали в состав нашей творческой группы еще на уровне обсуждения фильма, и я попросил Диму найти возможность, я как бы рассказал ему о вот этой self-propeller sharp cage, то есть самодвижущейся акулий клетки, которая была у мексиканских ученых, Дима списался с мексиканскими учеными, объяснил им, что это научнообразнейший фильм, что это, ну, это супер научное исследование, то, что эту лодку, доподводную лодку ее не дают туристам никоим образом, она только для научных исследований, и вот Дима выбил нам этот пепелац, потому что мы ее назвали, естественно, именно так, она очень похожа на средство передвижения из известного фильма, и третий день это попытка уже для тех, кто сможет, для тех, кто не побоится, кому это будет комфортно, скажем так, выйти на открытую площадку, уже имея некие представления о поведении акул, потому что мы их наблюдали по нескольку часов в день, и, собственно говоря, вот получение неких ощущений от пребывания в одной среде с этими акулами. Естественно, если бы у нас было больше денег, времени и исходного материала в виде звезд, мы бы, конечно, сделали бы следующий шаг, уже попытка заплыва вместе с Большой Белой, вот, с неким расходным материалом, конечно, кого-то надо было бы потерять, мы к этому были готовы, но у нас не было времени и денег, поэтому мы ограничивались только выходами на открытую платформу, ну и, конечно же, мы ставили себе задачи рассказать о Большой Белой столько, сколько мы знаем, сколько мы узнаем интересного, чтобы для нашего зрителя это была еще и познавательная история. Вот, более того, поскольку букировать лодку на остров Гваделупа, а именно остров Гваделупа посоветовал нам наш старший товарищ кандидат биологических наук Дмитрий Орлов и посоветовал безошибочно, за год у нас не было спонсоров, у нас не было финансирования, поэтому мы просто из своих денег взяли заблокировали лодку в надежде, что мы найдем людей, которые нам дадут за это денег, мы нашли таких людей, их было не так много, денег было не так много, но нам хватило. Ну, то есть, часть мы заносили с Кристиной Козловой, поскольку мы являемся субпродюсерами этого фильма и своего кармана, ну и о чем, я надеюсь, Кристина, ты же не жалеешь? Вообще, Кристина, она нервно смеется. Давай я задам вопрос Кристине. Кристина, вот ты как партнер Валдиса и существо, в общем-то, сухопутное перед этой поездкой, правильно? Как ты восприняла вот эту идею? Необычную, она же очень необычная идея. Дело в том, что Валдис забыл еще рассказать, откуда и почему он придумал эту идею. Дело в том, что до этого мы снимали проект в горах, и будучи находясь в базовом лагере, было безумно холодно, шел снег, высота 5200, нам было всем довольно-таки тяжело, потому что потихонечку одолевала горная болезнь. И Валдис стоял, мы там стояли с оператором Мерзли, и Валдис сказал, ребята, я вам обещаю, следующий проект мы обязательно будем снимать в теплых краях, я вам обещаю. Но... Нет, я сказал, не выше 100 метров над уровнем моря. И обязательно будет тепло, ты сказал. Да, и будет тепло. Валдис при этом не уточнил, что мы будем нырять, это при том, что до этого проекта я не умела плавать, что мы будем сидеть достаточно долго в ледяной воде для того, чтобы снять какие-то редкие уникальные кадры, и что, в принципе, мы будем взаимодействовать с акулами. Это мы узнали потом, поэтому мы-то рассчитывали, что вот поедем в теплые края и, наконец-таки, будем снимать проект. Конечно же, было интересно... О, какое солнце бьет! Ух, прямо! А я еще хочу сказать, я верю очень в знаки, и как раз мы готовились к поездке, и мой приятель Андрей Сухинин, который является учредителем фестиваля «Золотая черепаха», в благодарность за то, что я веду открытие фестиваля «Золотая черепаха» бесплатно, почему-то. Андрей, этого больше не будет никогда. Вот, он, не зная о нашем проекте, подарил мне зуб Мегалодона. Ух ты! Настоящий. Вот, сказал, вот я купил на аукционе, я хочу тебе его подарить. Но после этого надо было снимать. Владис, вот покажи еще этот зуб, я вам расскажу. Смотрите, ребят, это зуб Мегалодона. Вот моя ладонь, вот зуб Мегалодона. Это близкий родственник современной большой белой акулы, Кархарадон Мегалодон, близающий родственник. Он был длиной, где-то достигал до 20 метров, то есть представляете, большая белая акула современная достигает где-то метров 6, максимум 7, а он достигал 20. И он вымер, он сейчас не живет. Единственное, что наверняка видели голливудский фильм The Mac, да, с Джейсоном Стэттемом, в который как раз вот эксплуатируется популярная идея, что там лед растаял, кто-то оттуда вылез, а там, собственно говоря, потискав продырявил глубоководный слой, и оттуда вылез Мегалодон. Ну и стал успешно существовать. Я сейчас приду, я просто за что, у меня солнце бьет в кабинете. Да, хорошо. Так вот, Кристина. Да. Вот Валдис объявил, будем нырять с большой белой акулой. Вот что ты почувствовала? До этого ни разу не плавая и не будучи акулангистом. Первый, поскольку я обязательно с операторским составом погружаюсь во все то, что мы снимаем, первый у меня был страх, потому что как я сказала, до этого я не умела плавать и тем более нырять. То есть для меня вот все вот эти акваланги, продышаться, продуться или что-то такое было настолько невыносимо, невозможно. И там спасибо опять-таки тебе и твоей компании, которая там научила. Мы, причем с Анной Ардовой, Анна Ардова до этого тоже не ныряла. В отличие от меня, конечно, она умела плавать, но не ныряла. И мы проходили курсы. Вот я помню вот это первое свое ощущение, когда первый-первый раз в бассейне у вас, когда вот мы пытались нырнуть, я вот чуть-чуть буквально погрузилась на один метр. Я думала в этот момент о Валдисе, когда вот это, знаешь, вот эта паническая атака, я не понимаю, куда дышать, что делать, как погружаться вниз, а это всего лишь бассейн. И я помню вот эту мысль, господи, что же я здесь делаю? И вот это вот преодоление страха, паники. Но при этом, спасибо Валдису, скажем так, если бы он не придумывал бы эти проекты, я бы никогда бы не занималась ни дайвингом, ни альпинизмом, а тут вроде как ты вынужден и открываешь для себя совершенно иной мир, и это так безумно интересно. Важно было преодолеть, но, собственно, благо было время, и мы потихонечку преодолели, учились, потом уже на открытой воде ныряли. И это, конечно, совершенно невероятные эмоции, которые благодаря, собственно, опять-таки проекту этой призадухи, нам удалось воплотить в реальность. И я еще помню, я в какой-то момент потеряла страх, когда мы уже ныряли, ты помнишь, когда мы сидели в клетке, я пыталась как-то высунуться из клетки, чтобы снять какие-то хорошие планы. Я помню твои безумные глаза, что, мол, женщина, что ты делаешь? Вот уже какое-то, знаешь, преодоление было позади, и тут уже все, включается режиссерское, вот только, мы же не понимали, как часто будут подплывать к нам акулы. И вот хотелось максимально снять, снять, вот урвать, вот максимально близко. То есть в этот момент уже все, все страхи отступили. Ну, то есть, как всегда, тема, идея, страх, преодоление. В общем, ничего нового. А такой вот вопрос. Фильм снят в таком, ну, необычном формате. С одной стороны, это такой научпоп, а с другой стороны, такая вот модная тема реалити-шоу. Как? Там все зависит от героев, которые участвуют. Вот как выбирали главных героев фильма? Ну, во-первых, в первую очередь, как Валдис сказал, мы выбирали по принципу, там даже, знаешь, как, поскольку должны были, не считая Валдиса, выбрать еще трех героев, и там должна была быть такая некая степень и градация. Один человек очень хорошо ныряет, второй человек вроде как пытался, но не глубоко, то есть где-то такой среднячок, и третий герой, он не должен был уметь нырять вообще. Соответственно, когда разговаривали, там, Валдис разговаривал и с Яной, с Лешей, и с Аней, в процессе разговора было понятно, у кого какая степень боязни, и как раз-таки выстраивалась такая история, что Яна не боится, уже ныряла, у Леши были попытки по его съемкам, но при этом непонятно, как он себя поведет, и Аня, которая вот хочет, собирается, и при этом не умеет, и непонятно, какая будет реакция. То есть это вот выбирались герои, во-первых, так, слава Богу, сложилось разные гендерные, там и мужчины, и женщины, там некий такой и по возрасту есть небольшой такой разброс, ну и, соответственно, разная степень страха перед акулами. Поэтому, на наш взгляд, так получилось идеально, потому что двое мужчин, две женщины, и у всех совершенно разная степень умения и страха. Молодец, я спросил Кристину, как вы делали героев? Ну, на самом деле, это эмоциональные люди, потому что и Аня Ардова, и Леша Макаров, и Яна Чурикова, это люди, которые достаточно импульсивно могут вести себя в кадре, и свои эмоции, они умеют достаточно адекватно выражать. Нам, конечно же, хотелось, чтобы те эмоции, которые они испытают, они были бы сильные. Там, это ведущий, как бы он такой спокойный, он рассказчик, а вот история там того же Леша Макарова, тем более, что он такой герой, как бы, да, любимец женщин, история Ани Ардовой, которая эмоциональна, и даже мы столкнулись с тем, что для кого-то из зрителей она была чересчур эмоциональна, и там много достаточно комментариев, что вот она как-то там совсем уже такая, вот она прям вот такая, впечатлительная, привпечатлительная. Но это было, вот на этот был расчет, то есть мы не писали им никаких текстов, мы не говорили им, вот вам бумажка, вот прочтите ее, да, в камеру. Мы с ними разговаривали, мы пытались их вывести на вот такую искреннюю беседу, для того, чтобы они рассказали нам, что у них внутри. И, как нам казалось, мы заранее предполагали, куда мы придем, но если бы мы пошли по другому какому-то пути, эмоции у них были бы другие, и ощущения были бы полярны относительно тех, которые мы ожидали, ну, значит, было бы другое кино. Но мы не планировали делать из этого постановочную историю. История достаточно такая документальная, реалити-шоуная, хотя там не было особых правил, потому что это просто наблюдение твоих впечатлений, которые ты нам постараешься рассказать. Как нам кажется, мы достигли этой задачи в сжатые сроки с тем составом, с которым у нас была одна попытка, на самом деле, потому что в случае, если бы мы или не встретили акул, либо наши герои отказались бы погружаться, либо еще по каким-то причинам, мы бы это переснять не смогли. Поэтому нам осталось надеяться на удачу и на то, что все произойдет так, как должно произойти. Единственное, что у нас была запланирована еще одна командировка в ЮАР, Кейптаун, для того, чтобы подснять выпрыгивающих акул из воды. Но в тот момент, когда мы вернулись и уже готовились к поездке в Южноафриканский республик, нам сказали, что туда пришли касатки, в зону обитания, и они порезали несколько больших белых. И большие белые ушли. Когда они вернутся, неизвестно. Поскольку нам бюджет не предполагал, наш бюджет, вот такой запас прочности, то вот это те кадры, которые не вошли в наше кино, ну, вернее, это командировка, это поездка, но, в принципе, кино получилось без этого. Но мы снимали, поскольку, действительно, это было такое кино на энтузиазме, фильм, снятый с улыбки в 332 зуба, мы его называли, то есть мы вот как бы так навстречу пошли с открытым забралом этой истории и этой неизвестности, ну, вот такое кино получилось. В фильме, да, ты совершенно прав, вот этот заливчик Гансбай под Киптауном, из-за потепления климата, там немножко изменилась температура, и стали приходить к осадке, и они стали жрать вообще вот этих больших белых акул, и они разбежались оттуда, и там даже деревня сейчас вымирает, поскольку вот эта индустрия, это была деревнеобразующая индустрия, и там люди десятилетиями делали только то, что брали туристов в клетки под воду и показывали им больших белых акул, то есть это на самом деле такая еще социальная некая катастрофа. А вопрос у меня будет про инфографику. Вот мне как биологу очень понравилась графика, потому что она не только яркая и красивая, но она прямо очень неправильная, то есть там печень правильно показана, там жабры, ну и так далее. А кто делал, откуда пришла идея, и вот что-то можете рассказать, как вот рисовали большую белую, и как оживляли ее? Там классные мультики вышли. Ну, это уже Кристинина епархия. По поводу того, что печень показана так, как нужно, это тоже все от нашей жадности, потому что у нас денег есть только на одну печень, мы ее сразу должны нарисовать правильно, потому что если ты нам говоришь, что, ребят, у вас печень какая-то, как у сурка, да, то перерисовать ее уже не будет возможности. Мы с Кристиной оговорили эстетику, и здесь была придумана инфрографика, то есть то, что мы называем комиксы вот такая вот в современном стиле, такими яркими электрическими красками, а сама компьютерная графика, она была придумана такая именно мрачная, да, вот с таким, это называется съемки в режиме, когда солнце уже практически ушло, и все краски начинают становиться более серыми. Вот, то есть то, что мы с Кристиной проговорили, дальше уже, собственно говоря, она взяла мешок с деньгами и пошла. Куда она ходила, я не знаю. Кристина ходила с мешком. На самом деле тут предполагалось две стилистики графики, потому что мы должны были рассказать и правдоподобно показать, как мы называем инфографично, как устроено внутри, да, все у акулы, да, когда ты насквозь все показываешь. Вторая стилистика это была про так называемые комиксы, истории, о которых мы рассказывали. Просто мы этот прием используем во всех наших фильмах, другой вопрос, что мы каждый раз подбираем какую-то стилистику, исходя, да, из идей, из тематики и так далее. Поэтому, если говорить о тех комиксах, где мы рисовали, у нас там, по-моему, три или четыре истории, мы придумали такие некими кляксами, да, более такие красочные появления, это в морском вот стиле, вот истории, которые были прорисованы. Что касается инфографики, подчеркну и напомню, просто поскольку зрители не знают, конечно же, была проделана очень большая работа, но это не то, что мы знаем, как устроена акула, акула малоизученное животное. Конечно же, нам здесь помогал и Дима Орлов, и мы еще привлекали, конечно же, всех возможных, да, там в Москве их теологов, это не так много, и даже скажу, что мы обращались к американским их теологам, то есть была проведена редакторская большая работа по сбору информации, и только после этого, когда мы знали, вот просто собрали всю-всюю информацию, как идет оплодотворение у акулы, да, как там съедают или выживают ее малыши, и как вообще там устроена венозная система, и только после этого, согласовав, уже показав всем, и в том числе Диме, мы отдали это все в работу, и промежуточные графики устроены поэтапно, и каждый этап мы согласовывали в том числе, чтобы, не дай Бог, не совершить ошибку, потому что на переделку мы не имели права, как сказал Валдис, ибо это стоило больших бы денег, и мы рады, что есть компании, я могу, конечно, назвать, как они называются, ребята рисуют очень хорошо и добротно, и я рада, что они смогли воплотить вот всю нашу идею, все наши задумки, особенно лично мой самый любимый кусок, где я помню, когда вот мы пришли ребятам, когда создавали вот эти вот раскадровки по каждому конкретному эпизоду, и я такая, я думала, что это невозможно, и я ребятам говорю, ну, ребят, вот представляете, вот нам нужно показать пасть акулы, а вы сможете вот так вот прям вот влететь из пасти, вынырнуть, показать все зубы, ребята так на меня посмотрели, почесали, ну, ладно, это вот мой самый любимый эпизод, когда мы рассказываем, как устроена челюсть, как устроены зубы, и нам кажется, что это вот максимально вот прям вот правдоподобно и реалистично получилось, и у зрителя все стало на свои места, и теперь, мне кажется, если посмотреть этот фильм, можно понять и узнать об акуле все. Вот еще была проделана огромная работа по привлечению пострадавших, по общению с людьми, съемкам, интервью с людьми, которым акула откусила руки и ноги. Я должен сказать, что вот я общался с женщинами, которым тоже откусили руки и ноги вот в Шарм-эль-Шейхе, акулы, и они были в жуткой депрессии, грустили. Я пытался как-то им предложить тоже нырнуть, как-то посмотреть на акулу по другим ракурсам, они наотрез отказались. Здесь в фильме все пострадавшие, в позитиве, с удовольствием рассказывают вообще, что с ними произошло. Вот про это расскажите. Я бы поспорил с фразой с удовольствием рассказывать. Нет, нет, можно я скажу. Дело в том, что когда Володис придумывал этот, когда эту историю придумывал, знаете как, у тебя всегда должна быть главная идея и главный посыл, который ты хочешь донести до зрителей. И главный посыл в этом фильме был рассказать, что это не кровожадная история. Поэтому когда мы с Володисом обсуждали героев, которых мы собираемся снимать, у нас изначально был прицел на то, что мы ищем людей, которые с одной стороны пострадали, но при этом осознают, что это стечение обстоятельств. Не потому, что акула плохая и они попали. Ну, люди же попадают в автокатастрофу, да, ну, к сожалению, бывают и от автокатастроф становятся инвалидами. Тут хотелось найти именно тех героев, которые осознавали, что это всего лишь, ну, вот так сложились обстоятельства, и у них действительно нету вот этой ненависти к этому животному, несмотря на то, что они стали, скажем так, людьми с ограниченными возможностями. И вот скажу, поскольку бронировался корабль, да, где-то за год, и у нас был некий такой временной карбланш, да, по поиску таких людей, искали мы их долго, мы разговаривали, то есть были герои, которые, как ты правильно говоришь, отказывались, они были в депрессии, которые так и не вышли из состояния, да, что вот это было позади, и теперь живем дальше. И мы прямо, скажем так, остановились на тех героев, которые, ну, не то чтобы с легкостью, но рассказывают уже с неким таким философским отношением ко всей этой ситуации, хотя, если там зритель посмотрит, есть герои, которые, ну, представь там, без обеих рук, да, и человек совершенно, он стал гораздо более активен и гораздо более интересен, да, чем, наверное, и у него гораздо более насыщенная жизнь стала с точки зрения увлечения и коммуникации, чем было вот до этого, то есть, как это у него там, я не знаю, второе дыхание, жажда жизни. Это была просто задача такая. Если бы мы снимали, ну, условно, всех подряд, то не смогли бы передать, ну, наверное, тот посыл, который мы закладывали в этот фильм, потому что там один из кусков инфографики, где тоже, когда мы собирали статистику и рисовали этот кусок, для меня самой было откровением, что от мухи ЦЦ умирает гораздо больше людей, чем от той же акулы и акулы вот в этой системе, да, на самом практически последнем месте, и что ей действительно не стоит бояться. Я вот прокомментирую как раз вот этот кусочек, ребят, парень, которому акула откусила две руки в Японском море, как раз послужил причиной, ну, такой большой шумихи и, я бы сказал, даже паники, потому что ареалом обитания животных считается место, то есть ареал, где они рожают, поскольку животные могут мигрировать там на дальние расстояния, но именно ареалом обитания считается место, где они не только питаются, но еще рожают. И вот эта большая белая акула, которая там откусила руки, она родила в Японском море. То есть, по идее, теоретически, Японское море правильно будет включать уже в реал обитания большой белой акулы, а это вдвойне страшно. Вот такая примарка по поводу этого. Хорошо. Еще хотела бы добавить, ты просто вначале задал мне вопрос, что вот вам удалось совместить реалити-шоу и, ну, скажем так, научпо. Я сейчас применима к нашему интервью. Да, это действительно два разных жанра, но тем, это дает возможность привлечь более широкую аудиторию, потому что, смотри, вот мы сейчас сидим, втроем общаемся, с одной стороны мы делимся какими-то воспоминаниями, да, эмоциями, а с другой стороны ты вставляешь очень интересные информационные вставки. И таким образом, то есть это вот, соответственно, у нас даже на уровне этого интервью совмещение реалити и научпопа. Ну, собственно, что мы и делаем тоже в фильмах. Да. Вопрос Валдисон. Как ты договорился, что такой необычный фильм поставят в эфир нашего телевидения, тем более на Первом канале? Все-таки он выбивается из таких вот всяких привычных передач? Просто выбивается. Ну, на самом деле, для Первого канала этот фильм абсолютно привычный, потому что Первый канал открыт для каких-то форматов, может быть, неприемлемых на других каналах, федеральных или более локальных. Там история была, так, это, скажем так, история, это услышанная мной лично на летучке Первого канала. Там была проблема с размещением в эфире, потому что мы уехали в Антарктид. И поскольку мы пересекали континент, и это была экспедиция с определенной долей риска, то на Первом канале не ставили этот фильм в эфир, пока мы не вернемся. Чтобы вот мы вернулись живые, здоровые, все, мы там прошли Антарктиду, не прошли Антарктиду, в любом случае они должны вернуться. И это фраза, которая была сказана Эрнстом на летучке, ну все, перешвырнулся живой, давайте ставить акуль. Вот, собственно говоря, все, что нас держало, мы из-за этого два месяца нас не ставили в эфир, потому что два месяца мы шли от берега до берега через Триполюса. А во всем остальном мы, конечно же, согласовываем заранее с каналом идеи наших фильмов, то есть для того, чтобы быть уверенным, что это кино будет востребовано, на Первом канале мы пишем заявку, где рассказываем, о чем приблизительно будет фильм, и эта заявка как правило подписывается либо руководителем канала, либо главой департамента в данном случае документального вещания, это Олег Пальнов, один из заместителей генерального директора, вот, который подписал эту заявку, сказал, все приносите, но понятно, что кино должно получиться. И с одной стороны мы как бы там немножечко вводим в заблуждение канал, мы им пишем красивую заявку, хотя на самом деле мы не уверены, что у нас получится такое кино, но с другой стороны канал точно так же несет никакой ответственности перед нами, потому что если кино не получится, они скажут, ребят, мы, конечно, договаривались, но мы договорились не об этом, мы договаривались о интересном, познавательном кине, а вы нам какой-то прислали, ну, какую-то плюкву такую, развесистую, поэтому естественно мы узнаем, интересно это канал, или неинтересный канал, но как нам кажется, если мы придумаем интересный фильм для всех, то, конечно, он будет интересен и на самом канале, вот, и после того, как мы подтверждаем, потому что, ну, могут быть, допустим, вот у нас по фильму об Алтае была история, когда Гарик Сукачев решил делать тоже фильм об Алтае, и мы немножечко так находились в состоянии легкой нервозности, но, во-первых, получилось два разных фильма, у него был такой роуд-муви, он ехал по Чуйскому тракту на мотоцикле, а мы снимали про весь Алтай, ну, и во-вторых, Гарик увлекся и снимал кино года полтора, по-моему, то есть мы уже показали свой фильм, а он все еще не приступал к постпродакшену, то есть вот такие пересечения, они возможны, они могут помешать выходу фильма на канале, но поскольку мы, как правило, придумаем какие-то достаточно уникальные истории, то они, допустим, там, давайте сейчас снимем фильм про Василия Ланового, да, ну, про нем может несколько групп снимать сразу кино, потому что, ну, талантливый актер, легенда, а про Большую Белую не все решатся, поэтому, как правило, мы делаем уникальное предложение, и канал это предложение принимает. Ну, ну, например, я скажу, что я хочу снять фильм интересный, про затонувшие корабли, или там, про затонувшие... Ты ничего не сказал сейчас, ты ничего сейчас, ты сказал, я хочу снять интересный фильм про затонувшие корабли, а что будет интересного там зрителю, спросит тебя на канале. Да, вот, вот, как, что важно для того, чтобы, вот, задумка была одобрена, вот, на телеканале, чтобы там, замотивировать создателей, и чтобы они инвестировали деньги в фильм, зная, что, если они хорошо сработают, этот фильм будет интересен на телеканале. Как это? Кто это решает? Вот, нужно конкретное наполнение, нужно объяснить, чем я буду все время держать внимание нашего зрителя. Если я буду просто нырять, да, на некий рек и доставать периодически оттуда черепки, ну, наверное, я минут 5-7 продержусь, может быть, 8. Для этого нужно всегда, то есть, за этим конкретным кораблем или за этим процессом, да, трэжер-хантинга должны стоять какие-то истории, истории людей, истории событий, которые будут интересны, которые позволят нам, ну, допустим, вот у нас, я еще немножко отвлекусь в тему истории авиации, у нас была прекрасная история на руках, а это история летчика Федора Куканова, который за полгода до Челюскинских событий, 34-го года, он вытащил с двух кораблей, один в одиночку, почти 100 человек, которые должны были погибнуть там на зиму. Но поскольку это были в основном узники дальстроя, то есть, это гулаговские были пассажиры, вот, он, понятно, что это его подвиг, он, подвиг его, его экипажа, он прошел незамеченно. И история очень красивая, интересная, но она не растягивалась на фильм. Она растягивалась на такой 15-ти, ну, максимум, 20-ти минутный эпизод. И поскольку мы не набрали вот дальше истории, мы этот фильм не сняли. Хотя, Федор Куканов это человек, который должен был стать первым героем Советского Союза. Да есть история, она стихотворение, как бы, посвященное Липедевскому, герой Советского Союза номер один, и там вот есть такая фраза, и когда в честь него зазвенели стаканы, нет, ребята, не я, он сказал тяжело. Самым первым героем был Федя Куканов, должен был, да не стал, просто не повезло. Вот, к сожалению, большому, вот, история летчика Федора Куканова, она до сих пор красиво не экранизирована, и у него трагическая судьба была, потом у него карьера погибла, потому что он, скажем, по его вине произошла авиакатастрофа, и там погибли люди, он остался жив, но вот эта история не растягивалась в большое кино, поэтому мы не рискнули. Ну, вот я задал этот вопрос, потому что в дайверском сообществе бродит множество идей, что это надо снять и про пещеры, и про какие-то харизматичные застанувшие корабли, с трагедиями, там, и событиями какими-то, там, про китов, про осьминогов, и видеосъемок, огромное количество качественных, и все это не складывается. Вот что нужно, чтобы вот это все сложилось, и там на первом канале вышел красивый подводный фильм. Но про китов я тебе не расскажу, что нужно, потому что мы сами присматриваемся к этой теме, у нас есть свои идеи, которые мы вам ни за что не расскажем. Вот. Про, допустим, кейв-дайвинг. Да, надо понимать одну вещь, что если вы снимаете про кейв-дайвинг, допустим, сейчас, извини, пожалуйста, у меня, Кристина, поговори быстро, мне нужно ответить, обязательно. Задай тогда мне другой вопрос, потому что я думаю, что ты лучше ответил здесь. Я, во-первых, пользуюсь небольшой паузой, напомню нашим слушателям, что в чате можно задавать вопросы, и потом мы в конце ответим на вопросы. Если вы хотите задать вопросы конкретно кому-то из нас троих, то пишите, кому вы задаете вопросы. Пишите, не стесняйтесь, про фильм, про акул, про героев, в общем, мы в вашем сейчас распоряжении. Итак, Кристина, вопрос у меня про музыкальный клип. Да. Я считаю, что клип, который был сделан для фильма, в котором поет Панайотов песню, которую написал Алеша Коркин, наверное, этот клип самый красивый вот на нашей как бы такой попсовой культуре, ну, за последние, там, десятилетия, наверное. Реальная музыка, исполнение и антураж. Почему его не гоняют везде там тоже, там где-то там на РУ-ТВ, где там эти клипы показывают, Муз-ТВ, зачем мы его куда-то спрятали? Он прекрасен вообще. Очень романтичный клип. Очень жаль, что вот сейчас с нами нету Яны Чуриковой, потому что, я думаю, мы бы прямо вступили бы в такие серьезные дебаты. На удивление, на удивление, мы же этот клип разбирали на 12 злобных зрителях, в программе 12 злобных зрителей, на Муз-ТВ. На MTV, наверное. На MTV. И меня поразило, что вот все те ресурсы, о которых ты говоришь, это все-таки более молодежная аудитория, и у них, как ни странно, для меня, ну это было прям большим открытием, сама музыка, потому что мы-то придумывали клип, когда Леша Кортнев написал слова, и, соответственно, там команда написала, Чикрыжов написал музыку, она была настолько красивой, то есть в голове вот вырисовывалась вот эта история, и для меня было большим откровением, что, например, среди молодежной аудитории это не пошло, сказали, ну вот слишком, ну вот прямо как-то вот щербетно. Валдис, какие там были отзывы по поводу, почему нету ротации клипа «Большой белый танец»? Ну я тебе могу сказать, что, во-первых, чтобы ротировать этот клип, нужно, собственно говоря, в него вкладываться, да, и этим занимается продакшн-компания. Эта песня была написана для фильма, она должна была украсть фильм. Мы не планировали из нее делать там какой-то мега-супер-дупер фильм. Нет, ну она красивая получилась. Она красивая, у нее все хорошо, но она работает в нашем фильме, и меня абсолютно устраивает то, как она работает. Она придумывалась для усиления фильма, мы не занимаемся там музыкальным бизнесом. И то, что мы выбрали Сашу Панайотову, предложили ему, и то, что он согласился к нашей большой удаче, это было именно сделано с целью улучшить фильм. мы можем, да, там, вложив некоторое количество денег, эту песню добиться именно у клипа, да, ну, под миллион, два миллиона просмотров сделать не так сложно. Но у нас такая задача сейчас не стоит. Более того, мы для этого должны получить некий бюджет, которого у нас нет. Мне кажется, что мы, вот, мы отдельно выделили у нас на YouTube-канале, клип, он лежит как такое отдельное произведение. У него там 50 с чем-то тысяч просмотров, 60 тысяч. Смотрят фильм, да, и в фильме, вот, финал фильма, это та песня, которая должна звучать в финале. Мне очень хотелось, чтобы мы закончили наш фильм песней о большой белой акуле. И то, что я когда звонил Лёше Корневу, я говорю, Лёш, можешь написать? Я не очень верил, что он напишет, на самом деле, потому что там большая белая акула. Ну, какие рифмы, каракула. Всё. Вот, но Лёшка написал слова. Более того, когда я ему сказал, Лёш, ну, ты понимаешь, что эта история платная, мы тебя заказываем как поэта, песенника, он сказал, ну, да, там, ну, хотите, заплатите, пожалуйста. И он мне потом перезвонил, сказал, знаешь, мне так понравилось работать с этим текстом, для меня это было такое приятное, лёгкое, какое-то вербальное вальсирование, что я не буду с вас брать денег, я наоборот скажу вам спасибо за то, что вы мне подарили вот какие-то такие творческие моменты вот этого придумывания, которое мне очень понравилось. И мы с тех пор Лёше не платим денег. Вообще. Ему всегда нравится то, что мы придумываем, и мы этим пользуемся, оголтело. Вот. И надо сказать, да. А ты ему предлагал поехать вообще? Нет, дело в том, что он не ныряющий, у него проблемы с ушами. Вот. Поэтому, ну, куда? Зачем? Ну, у всех уникальных проблемы с ушами. Нет, потом, ты знаешь, все-таки, я тебе честно скажу, да, был определенный риск. И мы, я, когда мы вернулись, и вернулись успешно все, я начал всем рассказывать, что, конечно, артистов, звезд было гораздо больше. Их было в четыре раза больше. А когда мне спрашивали, а кто еще? Я говорю, ну, вот так, вспомни кого ты уже там год не видишь на экранах, о ком ты ничего не слышишь. Вот эти люди были с нами. Ну, я бы человеком, с которым я на тот момент, я с ним дружил уже 35 лет, ой, 34 года, да, я бы им, ну, не стал бы рисковать. Вот. Поэтому взяли Макарова. Он красивый, его не жалко. А я еще хочу добавить, Лешку, А я хочу добавить, что когда, я, например, в отличие от Валдиса, просто на все, что касается музыкальной культуры и музыкального оформления, это единственное у нас разногласие бывает с Валдисом, потому что у нас немножко с ним разные вкусы. И я не сразу разглядела эту песню. Я помню, Валдис перезвонил, ты посмотри, какие слова, ты посмотри, какая музыка. Я такая, ну, да. И как-то вот, ну, ладно. И когда мы только, когда мы Панайотова записали вот в исполнение, я так прониклась, Валдис, помнишь, я позвонила тебе и сказала, Валдис, ты гений, это просто... тут дело даже не в гении, Кристина дала клятву, никогда больше со мной не спорить. Она сказала, я больше никогда не буду с тобой спорить в плане музыки. Я сейчас, конечно же, жалею, потому что каждый раз, когда у нас спорные вопросы, например, мы смотрим, там, Валдис принимает работу, им говорят, нет, музыка не нравится. Я такая, он такой, ты помнишь, что ты мне обещала? Это правда. Во время премьеры, вот в октябре, ко мне потом подходили всякие, ну, медийные персоны, артисты, известные люди, их там было очень много, и говорили, ой, там, а я бы не смог, а я бы смог, то есть все мерили, как бы на себя. В любом случае, это вот, ну, такой довольно серьезный ажиотаж вызвал этот фильм, потому что он реально яркий проект, такой необычный. Это не просто там ходить по острову и типа выживать, да? Вот будет ли продолжение? Вот вы как-то будете использовать этот такой живой интерес среди известных людей? Звезды очень притягательны, с одной стороны, тем, что они сразу собирают аудиторию и как-то сразу, а кто там снимался? Там вот у нас снимался, там Алексей Кортник или Алексей Макаров, или Аня Ардова. А, да, конечно, тогда пойдем. Но нам не менее интересно люди, которые, ну, являются обычными гражданами нашей планеты. И они заслуживают не меньшего вот внимания их истории. Их истории иногда могут быть гораздо ярче, чем то, что происходит в жизни звезд. Поэтому мы, те проекты, которые у нас сейчас лежат, они из-за всяких пандемий на некоторое время отложены, они именно с обычными людьми. Получится история звездная, она получится. Но, опять же, мы, допустим, планируем два раза еще вернуться в город и тащить туда. Это история для тех, кто сделал свой... Мы не взяли никого из известных людей на Эверест, ни в первую, ни во вторую экспедицию, потому что мы понимали, и там риск будет, скажем так, иногда неконтролируемый. Вообще неконтролируемый, потому что просто в силу того, что у человека организм сломается на высоте, а за два часа до этого ничто не будет предвещать. И мы не можем ни одного человека подтолкнуть к этому восхождению. Мы поэтому входили в группу альпинистов, которые уже сами приняли для себя решение, и для них факт покорения горы, как сказал наш герой Саша Абрамов, важнее факта собственной жизни. Вот. Мы еще дважды планируем вернуться в Гималайи, у нас есть два проекта, которые достаточно интересные, они достаточно экстремальны, и мы туда вообще никого брать, естественно, не будем. Мы будем идти с теми людьми, которые сами приняли решение это сделать. По другим проектам поживем-увидим. Звезды хороши, приятные, интересные, единственное, что им нужно покупать бизнес-класс, и они живут в хороших отелях. Хотя... должно быть уместно. Да, совершенно верно. Поживем-увидим. Я думаю, что не звезда или обычный человек определяет формат. Сначала мы определяемся с форматом, определяемся с темой, а потом уже мы понимаем, кто еще будет героями этой истории. Именно поэтому вы в Антарктиду сами поехали, никого не взяли с собой. Ты знаешь, там шансы были 21. Честно. Нам это сказали полярники, когда они нас встретили. Это было самое неприятное знакомство с Антарктидой, когда люди видели нашу технику и отводили нас в уголок и говорили, ребят, вы только не расстраивайтесь. не надо расстраиваться. Ну, 100, 200, 300, какие 5,5 тысяч? О чем вы говорите? 300 километров вы пройдете, потом вы быстро сломаетесь, мы вас быстро вытащим и живыми, скорее всего, доставим назад на базу. Поэтому не расстраивайтесь. Чем раньше вы сломаетесь, тем быстрее и безопаснее мы вас вернем домой. И, ну, опять же, да, в истории с Антарктидой я, Кристина и наш оператор-постановщик Саш Кубасов, мы жили в царских условиях, потому что у нас у каждого сбоку было по вот такому расстоянию, это было свободное пространство. То есть, вот ты лежишь и не касаешься стенки, не касаешься Саши Кубасова, а вот у тебя столько. В соседней машине, где ехали наши механики-водители, инженер-конструктор Василий Елагин и оператор Денис Негривицкий, их было четверо, они спали балетом уже вот так вот. Я не знаю звезд, которые бы согласились на подобную поездку, потом она реально была стрёмной. Когда мы пришли на станцию «Прогресс», когда наша экспедиция закончилась, мы выполнили все, что мы хотели, я честно, я отнял бутылку Рома у начальника станции «Прогресс» прямо из НЗ. Мы пошли в машину, сели с ребятами съемочной группы, я им честно сказал, ребят, я давал 15 процентов на то, что мы дойдем. Вот, но мы дошли. И после этого бутылки Рома не стало. Сразу. Здесь, конечно, мы не могли никем рисковать. Более того, там было настолько мало вакансий в плане, то есть у нас Кристина была режиссером, звукорежиссером, каптенармусом, она отвечала за все продукты, парамедиком, потому что в случае чего она должна была оказать первую помощь и... За вхозом. Ну, за вхозом, я говорю, каптенарм, а, ну, и это самое, поварихонь. Вот, то есть у нас все совмещали, я единственный был в своем привычном амплуа, ведущий, продюсер Бон Виван. Ну, у тебя же были по краям, а Кристина, когда стали вспоминать про Антарктиду, даже как-то тень налицо. Как бы, видимо... Но это была тяжелая история, на самом деле. Это была тяжелая история, правда, потому что, ну, в данном случае, даже если была бы возможность, было бы место в машине, да, одно дело, как Валдис до этого сказал, когда ты присоединяешься к команде, и ты за них ответственности не несешь, если с ними что-то случится, а тут каждый из нас отдавал себе отчет, что мы рискуем, мы рискуем сильно, и вопросы с эвакуацией довольно-таки остро и жестко стоят, и, помимо всего прочего, это такие нечеловеческие условия, высота, сухость воздуха, высота из-за этого удваивается, непонятно, какой период, на какой ты оторванный к земле, и вот те бытовые условия, которые, в принципе, напрочь отсутствовали, это прям была проверка по нервной системе, прям вот-вот-вот прямо жесткая. Но, но, зато теперь самоизоляцию мы воспринимаем как отдых, потому что, ну, ребят, 34 дня в машине, 12 часов каждые сутки ты движешься по заснеженной целине, вот ныряй, машина ныряет каждые 2-3 метра вот так вот, это испытание покруче коронавируса будет, наверное. Коронавирус, я не хотел тебя обидеть. Мне пару раз друзья, когда позвонили, сказали, ой, так тяжело, вот, в 4-х стенах, я говорю, послушайте, вы представляете, что такое, вот, такой продолжительный срок, я говорю, я сейчас отдыхаю, у меня есть телевизор, тепло, унитаз, постель, просто вот, 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 можно звездой развеешься, я говорю, а что вы знаете о самоизоляции? Конечно, это такая большая школа, которая, ну, как мне кажется, как мне кажется, механикам она удалась, потому что наши механики, ну, можно сказать, в бывшем, это такие серьезные альпинисты, снежные барсы, у которых за спиной такой, да, там большой опыт альпинистических таких серьезных испытаний, а наша команда это выдержала еще отчасти, потому что тоже до этого мы вместе ходили в горы, и главное, вместе уже были в таких экстремальных условиях, мы как-то пообтесались, и мы прям вот друг друга поддерживали, иначе прям вот, я думаю, срывы были бы неизбежны. А я вот не помню, кстати говоря, недавно я тоже читал лекцию про Антарктиду, здесь в рамках нашей программы, Гречо рекомендовал посмотреть все три части фильма, потому что тоже классно, информационно насыщенный, вот я не помню, только вы на побережье, по-моему, не были, вы сразу прилетели в центр материка? Нет, 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 мы прошли от Новолазаревской, то есть от берега, через Триполюса до берега, до станции Прогресса. А, все-таки на берег проходили, на берег. Да, конечно, другое дело, что мы не были в зоне обитания пингвинов, то есть на том же Прогрессе там нужно было где-то минут 40 час ехать на машине при условии, что еще не потекли ледники, а они уже потекли. И нам сказали, что, ребята, это просто опасно для жизни, да, просто можно провалиться в трещинах и улететь, поэтому, ну, это, давайте это будет то, что позволит вам вернуться в Антарктиду, то, что вы не доберетесь до колонии пингвинов. Ну, да, потому что, конечно, побережье Антарктиды очень харизматичное, очень красивое, много крупных животных. Ну, собственно говоря, я только там два месяца как оттуда, и там, конечно, отвал башки. Надеюсь, что тут тоже, как бы, этот фильм вы про него снимете, хотя там нету большой белой акулы. Возвращаясь обратно к акуле, у меня еще был вопрос про мадемуазель Рамси, вот эту черную девушку, которая там, чуть ли не голая, плавает с большими белыми акулами, без всякой клетки. Вот, как вы с ней связались, пообщались, какое впечатление она на вас произвела? На удивление она оказалась, мы боялись, что в силу своей определенной, да, там занятости, известности, она даже не будет с нами общаться, и мы были приятно удивлены, потому что она тут же откликнулась, она с удовольствием согласилась, и тут мы еще, когда мы с Валдисом обсуждали, что вот мы договорились, Рамси будет давать нам интервью, и, если не ошибаюсь, по-моему, Валдис это предложил, он говорит, ты понимаешь, что для того, чтобы было некое такое доказательство снять у такого человека очень, ну, она интересный человек, снять интервью, давай-ка, подожди, погоди, давай-ка мы нашу куртку ей отправим, и пусть она обязательно даст интервью в этой куртке, чтобы у зрителей не было бы сомнений, что она дала специально для нас эксклюзивное интервью. Мы даже об этом ей написали, она с удовольствием согласилась, мы отправили специально этот Валдис заказывал серию курт «Большой белый танец». это, нам ее пошил Илья Шиян, модельер, он сделал это абсолютно бесплатно, мы ему тоже не заплатили ничего, и он как-то даже на нас не обиделся, мы продолжаем с ним дружить, и у нас великолепные отношения, вот, и мы послали куртку, но куртку мы Рамсе подарили. Не, мы подарили, да, и она тоже, скажу, бесплатно дала интервью, нет, то есть оказалось, что она любит свое дело, она любит животных, и когда мы объяснили задачу этого фильма, она поверила, она поверила, и мы очень рады, что нам удалось, она бы предоставила и видеосъемки своих, где она плавает с акулами, и вот, да, вот дала эксклюзивное интервью, почему мы очень рады, потрясающий человек, очень открытый, и мне кажется, что вот, что бы мы ни попросили, она бы сделала, вот настолько она открытый человек и любит свое дело, и любит, самое главное, Больших Белых. А вы Спилбергу куртку не посылали? Ой, Спилбергу! Это ты на мозоль взял и наступил нам на мозоль. Мы сколько месяцев вели переговоры? Расскажите про это. Вот скажу, значит, просто в какой-то момент я уже нервничала, когда Валде зазвонил и говорил, ну что там. Скажу, вот честно, к Спилбергу заходили со всех сторон, со стороны киношников, помощников, телевизионщиков, Голливуда, а у него, как оказалось, очень много помощниц по каждому вопросу, бомбили письмами, даже нашли оператора русского, друзья, порекомендую, это свели с оператором, который сейчас, ну на тот момент в Голливуде с ним собирался снимать очередное кино, и единственное, чего мы добились, что, ну предположим, там вот мы обращаемся, ну условно там, 18-й год, январь, до конца года у господина Спилберга все занято, обратитесь через год, и вот так вот прямо ни в какую, вот ни в какую, как ни странно, причем мы готовы были в любом месте снять интервью, вот очень коротюсенько, его ресурсами там, или вот своими, вот все что угодно, ни в какую, к сожалению. Но вы же тоже хотели, наверное, встретиться бесплатно? Нет, но мы всегда хотим встретиться бесплатно, надо сказать, что мы с Рейнхардом Месснером тоже хотели встретиться бесплатно, а это все-таки человек, который первым покорил все 14 восьмитысячников, он нам сразу объявил цену, и мы бы заплатили ему эти деньги. Цена была немаленькая, по-моему, 10 тысяч евро он хотел за интервью. Он сказал, у вас будет 40 минут чистого времени, я буду говорить о том, о чем я захочу говорить. И при этом нужно к нему приехать в Италию. вы приезжаете, я вам дам 40 минут, то есть мы не исключали, что ситуация будет такая, что он откроет ворота своего дома и с секундомером сделает так, время пошло, и через 40 минут закроет за нами ворота. И вот это условие, я буду говорить только о том, о чем я хочу говорить, нас очень сильно смутило, но, допустим, мы вот в том же фильме про Эверест, мы взяли интервью Мисс Хоули, и рассказывать сейчас я не буду, что это за легендарная женщина, к сожалению, ее больше нет на нашей планете, она ушла в мир иной. Она согласилась, она рассказывала, потому что она легенда. Если ты покорил Эверест, но тебя не в списках Мисс Хоули, у тебя большие проблемы, и никто не поверит, что ты был на горе. Вот. Вот просто какие-то люди идут, открывают свою душу и впускают нас, кто-то выставляет условия, но мне кажется, что мы не потеряли, то есть кино состоялось и без Спилберга. Потом опять же, да, дает нам возможность сказать, да что нам этот Спилберг? Что мы его вырезали? Вообще. Он был у нас, этот Спилберг. Как часто при создании фильмов, я очень люблю Валдис часто употреблять фразу, ну подожди, это очень ожидаемо, давай неожидаемо сделаем. Что называется, знаем себе цену, и когда мы снимали фильм «Путешествие к центру земли» об Алтайе, мы договорились об интервью с Сергеем Кожигетовичем в Шойгу, и в тот день, когда у нас было назначено интервью, мы приехали, мы узнали, что в этот день будет объявлено, будет объявлено внезапное учение по всей стране, Министерство обороны. И мы поняли, что интервью никакого не будет, потому что мы в день объявления учений, да, и эти учения будут идти в прямом эфире, никаких интервью не дают. Сергей Кожигетович опоздал на 7 минут. И вместо 40 минут обещанных, он с нами разговаривал больше часа. Вот, и его интервью вошло в наш фильм, и без сомнения, оно вот стало, оно очень эмоционально было, потому что к нам подошли потом из пресс-службы министры и сказали, вы знаете, нам все-таки нужно подумать, потому что, мне кажется, Сергей Кожигетович очень сильно разоткровенничался с вами, и фраза, а вот пошел я девушку провожать в рубашке, а утром возвращался уже по снегу, наверное, надо подумать, может ли министр обороны говорить такие вещи. Вот, но мы, естественно, все вопросы решили, эта фраза осталась в фильме, но вот для нас было это очень важно, потому что действительно он большой любитель Алтая, и он рассказал свою эмоциональную историю, которую красил. наш фильм. Наш Филберг, наш Стивен, ты не украсил наш фильм. Ты был ожидаем. Молодец, Сергей Кожигетович, кстати, у нас же дайверские сертификаты получал много лет назад. Так поэтому, собственно говоря, у нас все и свершилось. Ну да. Скажите, а вот вы сейчас снимаете фильмы интересные на такие бомбические темы, классные. Вот фильм про Большую Белую Акулу, он как-то вот, ну вот, если бы вы сделали рейтинг интересных тем, как бы вы расставили вот этот реестр? Ну, поубывающий, например. Ты знаешь, я не ставлю, а у меня, вот, у меня все фильмы, они как дети, они разные, да, и в какой-то момент, под какой-то настроение ты вспоминаешь один, в другой момент вспоминаешь другой, но все, они уже сняты, они лежат на полку, они стали историей. Вот самые любимые, самые рейтинговые, те, которые мы еще не сняли. Это то, о чем мы постоянно говорим, то, что мы постоянно обсуждаем, и то, чего мы боимся, потому что какие-то вещи могут не получиться, где-то может не сработать, где-то мы можем, да, там, мы боимся снять неудачное кино, допустим, да, и вдруг понять, что вот мы сняли кино, которое, ну, наверное, нельзя показывать зрителю, потому что мы не имеем право тратить его время вот таким продуктом. Вот эти волнения, это ощущение новизны и в то же время боязнь, да, вот, что что-то не срастется, это вот тебя всегда подогревает. И, кстати, если дайверское сообщество соберется, и мы найдем большое количество денег, потому что дайверское сообщество из богатых, мы готовы снять фильм про кейф-дайвинг. То есть история одной пенетрации глубокой, она должна быть рекордная, без сомнения. Надо подумать, потому что дайвинг – это все-таки не эмоциональное движение, да, потому что маска, регулятор, да, куча снаряги, и в кейф-дайвинге еще и проблемы со светом, с картинкой, да, потому что нужны перспективы, а там перспектив может не быть. Но, в принципе, мы готовы обсудить, во всяком случае, еще не рискнуть, но обсудить эту историю. Кристина, ты рада? Ты рада, Кристина? Нет, во-первых, у меня сейчас пока Валдис говорил, у меня возник вопрос, теперь до какой глубины я должна научиться нырять. Ты знаешь, я буквально вчера мне задали этот же вопрос, какой фильм ты, ну вот, любишь больше всего. Я задумалась и задала встречный вопрос человеку, который мне задавал, ну там, у человека двое детей, я сказала, а кого ты любишь больше, сына или дочь? Он такой, я понял, потому что вот Валди с языка снял, для нас каждый наш фильм это очередное детище, которое мы любим одинаково, и это совершенно разные миры, ну вот пока на сегодняшний день это у нас тревел, горы, дайвинг, военноисторические фильмы, это совершенно разношерстные, вот-вот да, и мы всех их любим одинаково, потому что мы в каждую историю ныряем полностью с головой, погружаемся, и мы все на себе испытываем, проходим, учимся, для того, чтобы достоверно и показать эмоционально, да, что это такое изнутри. Поэтому мы не можем никак отличать и как-то говорить это люблю больше, это люблю меньше, вот и все. Не, но тем не менее, все равно у каждого человека есть сродство к чему-то, к небу, к воде, горам. Нет, скажу тебе так, если бы мне сказали, вот ты завтра пойдешь в горы или завтра же пойдешь нырять, я бы выбрала пойти в горы, потому что, как выяснилось, благодаря проекту «Большой белый танец», я подвержена морской болезни. Но тебя спрашивать об этом никто не будет, тебе просто скажут, куда ты пойдешь. Но это не значит, что я это не люблю, просто это дает... Я же колбасила во время перехода очень сильно. Валдис, а ты? Я наоборот, я пойду на дайвинге, естественно, потому что у меня в горах колбасит сильнее и жестче, Кристина легче переносит горную болезнь, чем я, у меня такие, ну, достаточно сложные отношения с горами, я там нахожусь на таком, ну, на пределе, скажем так, психологическом, мне там тяжело. Я понимаю всю эту красоту, я любуюсь этим небом ночным, усыпанным звездами, и... Но... О, лучше занырнем. Я надеюсь, что все-таки мы начнем в следующем году большую работу, она будет связана с погружениями, и она будет связана с очень большим количеством открытий для зрителя какой-то уникальной информации в видео, но пока мы об этом говорить ничего не будем. Да, мы, кстати говоря, вот два дня назад тоже в эфире встречались с Андреем Макаревичем, и как раз с Валдисом обсудили, кто кого куда не взял. Ну, да, это знаменитая история в моей страшной месте, но его поступка по поводу острова Пасхи, более того, настолько он ранил меня, не взяв на остров Пасхи, что когда мы в 18-м были на офисе салады, да, все правильно, то есть по прошествии 20 лет я, оказавшись недалеко, ну, там, в 6-ти часах лета от острова Пасхи, полетел туда, только чтобы оказаться на этом острове, и я там был, Вадимчик, я-то был на острове Пасхи, а ты видел такое количество больших белок, которые видели мы? мы как раз обсуждали, что он видел практически все, там, и тигровых, там, и кого угодно, а большой белокул пока еще ни разу не видел. Но надо сказать, что мы, если мы вернемся к акуле и теме, потому что она, конечно, интересная, просто не знаем, как к ней вернуться, что еще бы такого показать, я, Вадим, я первый приеду к нему домой, я знаю, где он живет, он недалеко, вот где-то километра шесть отсюда, и постучу в его ворота, скажу, Вадимыч, собирай снарягу, мы идем купаться, на что он мне наверняка скажет, водолазы не купаются, сынок. Я сегодня плохо спала, а кейф-дайвинг, это, а какой вот это пещеры, это очень сложная история, очень тяжелая, очень ответственная, и от этого... А глубина какая может быть? Ну, любая. Там глубина пещеры, не глубина по воде, а глубина пещеры. Бывают мелководные, бывают глубоководные, вот в России, например, самая известная пещера Ордынская, в Пермском крае, там глубина там, она большая вообще, там много ходов, но глубина 20 метров, не очень большая. А есть пещеры там, например, мы ныряли в Сеноте, в Черной воды, под Меридой, в Мексике, совершенно не туристическое место, поскольку там нету ни курортов, ну, такой колхоз мексиканский. Едешь-едешь, по этим деревням Майя, и вдруг открывается маленькое болотце, причем в овраге. Мы туда с парки и сами при помощи веревок спускались, то есть крепили катушки и чуть ли не лебедками туда все это опускали. И ты ныряешь туда, первые где-то 10 метров такая зеленая вода с фланктоном, мутная, потом бах, открывается такая видимость, просто там метров 100, наверное, видимость. И она как колба. И ты просто опускаешься метров на 70 и не замечаешь этого, потому что очень прозрачная вода. у тебя дно где-то метрах на 100 и там дырка. И эта дырка так манит тебя. И дырка ведет еще в более глубокую пещеру. И там была американская экспедиция. Они вот на глубине 100 метров в эту дырку опускали ров, то есть этого робота. Он опускался на 300 метров вниз и не видел еще там дна. Это просто как будто какая-то бездомность к центру Земли идет. Так что пещеры очень разные бывают. Кристина, готовься. Да, поняла. Я тебе пришлю завтра план давин-курсов, чтобы до этого уровня дойти. Но это вообще... На самом деле надо Кристине дать задание уже на сегодняшний вечер. Наполняй ванну, посоли воду, потому что не исключено, что погружение будет в морской воде. И накройся крышкой. Да, и накройся крышкой. Воду обязательно посоли. Я всегда всем рассказываю, каждый раз, когда Валдис приходит и говорит фразу «Я тут тему придумал». Я просто всегда скукоживаюсь, потому что я уже просто фантазии не хватает, куда на этот раз. Друзья, давайте теперь ответим на вопросы, которые у нас пришли. Я думал, сейчас мы отвечали все время на вопросы наших зрителей. Нет? Это были твои вопросы? Нет, это были мои вопросы, пока вы отвечали. А, хорошо. Так, читаю. Значит, это вопрос, видимо, ко мне. Акула — это селедка. Нет, семейство сельдевых акул. Туда входят не селедки, а большая белая акула, акула-маку, сельдевая акула и некоторые другие. Довольно большое семейство. Сельдевая акула. Вопрос. Что вам больше всего запомнилось в поведении или биологии белых акул? Давайте вот по очереди отвечайте. Валдис и Кристина. Ну, конечно же, по терегоподии, потому что это слово выучить очень сложно. Загуглите это слово, оно очень прикольное, и надо сказать, что первые два дня все, кроме Димы Орлова, который нас, собственно говоря, просветил в значении этого слова, выговаривали пяти... Но после где-то ста-трехсот повторений оно стало отлетать просто от зубов, вот, в терегоподии. И, конечно, ну, во-первых, таким образом ты отличаешь мальчика от девочки. Очень легко, помимо того, что девочка крупнее, у девочек, ну, они массивнее, да? Но взгляд в нужную часть акулы, в терегоподии, все, перед тобой мальчик. Вот, очень прикольная штука. И, то есть, единственное, что вот меня расстроило во всей этой истории, это то, что мы не находились на дне, потому что на дне можно было бы поискать акульи зубы, они у них часто достаточно выпадают, вот, и вот зуб большой белый в качестве сувенира я не привез, но вот зато у меня и зуб Мегаладон. Но, тем не менее, а так в терегоподии, конечно. Кристина? Ну, поскольку ты уже сказала в терегоподиях, я повторяться не буду, что меня поразило, вот сейчас я понимаю, когда вот фильмы в ужасах показывают, как они внезапно появляются, вот это вот, вот прям, вот прямое, да, появление из ниоткуда. Также они могут в никуда исчезнуть, и при этом, когда они находятся на очень близком расстоянии, конечно же, меня поразили размеры, потому что, когда ты смотришь какой-нибудь художественный либо даже документальный фильм, ты не можешь сопоставить и понять, и ощутить, что это такое. Когда ты это в жизни видишь, вот это вау. И меня поразило, вот с одной стороны, внезапное появление, при этом, когда это мимо тебя, как Анна Ардова сказала, она провела аналогию почему-то с BMW. Сказала, так, так, с таким достоинством, с таким взглядом, она проплывает мимо тебя. И причем тебе кажется, у нее такие зрачки, тебе кажется, что с разных ракурсов, несмотря, она смотрит на тебя и понимает все, и вот это вот, прям вот этот осмысленный взгляд и такое вот, прямо вот, величественное, такое вот, вот он плывет, вот так вот мимо тебя, думаешь, юбки-палки, и ты себя чувствуешь какой-нибудь букашечкой, прямо. Понятно. Так, от Дениса, ну, комментарий, отличный фильм, суперкоманда, спасибо большое. Вопрос от Кирилла Букреева. Спасибо Володису Кристине. Вопрос, мы очень важны, какие планы на будущее? Скажу одно, фильмы РД Студии делает наше ТВ и документальное кино на новый уровень. Итак, творческие планы ближайшие. Кирилл, ну, во-первых, мы с Кириллом знакомы, он приходит на наши, на премьеры наших фильмов, мы здороваемся, я искренне рад, что у нас есть такой постоянный зритель. Кирилл, ну, как сказал Цезарь о том, что, его спросили, что, какие у вас планы на завтра? Он сказал, если бы моя туника об этом знала, я бы ее сжег. Мы никогда не рассказываем о том, что конкретно будет. Вот, есть два, допустим, проекта вернуться в Гималай, но более, допустим, конкретно, мы, естественно, ничего не расскажем. Есть проект, который, то есть, мы присматриваемся к китам, но больше, более конкретно, мы, естественно, ничего не скажем. Поживем, снимем, покажем. Отлично. Вопрос от Яна Карского. Дмитрий, Валдис, Кристина, добрый вечер. Вопрос для Валдиса. Почему в такой проект надо было брать именно медийных персон, почему не подобрать неизвестных зрителю? Концепция заинтересованности зрителя, наверное, не утратилось бы. Ну, мы там... Объясню. В этом фильме мы не предполагали показывать историю жизни человека, то есть, раскрывать его. если бы мы взяли людей, которые неизвестны публике, мы для того, чтобы человек не задавал вопрос, почему мы взяли этого человека, а не другого, почему вы не взяли меня или моего соседа по личной площадке, нам нужно было бы рассказать истории этих людей, чтобы объяснить, почему они достойны, почему они интересны, как нам кажется, и почему мы хотим сделать их героями. Поскольку формат не предполагал вот этого рассказа, мы сразу брали людей и вот везли их навстречу с Акулой. Поэтому мы, естественно, остановились на известных людях, потому что, ну, о них уже мы что-то знаем и имеем какое-то представление. Более того, мы уже сформировали к ним отношения и в случае Ани Ардова, Леша Макарова, Яны Чуриковой мы считали, как мне кажется, обоснованно, что сформировали позитивные отношения, то есть, эти люди симпатичны большинству наших зрителей. Вот поэтому мы остановили свое внимание на звездах. Один из проектов, который мы рассматриваем, это будет проект именно, когда мы познакомим сначала наших зрителей с нашими героями, объясним, к чему выбор пал именно на них и потом вместе с ними начнем движение к цели нашего фильма. Спасибо. Так, пожелания от Кирилла еще Букреева. Жду фильм Арктика будущего. Что за фильм? Арктика будущего лежит на канале, а когда ее канал покажет, ну, в какое-то ближайшее время. А он не называется не Арктика будущего, он называется Арктика, увидимся завтра. Вот вам идейка для фильма про Арктику. Вы знаете историю экспедиционной шхуны Святая Анна? Да, конечно, естественно. Вы знаете, где она лежит? Нет. Ну, я примерно знаю, потому что были экспедиции поисковые, которые мало что нашли, но вот мой коллега и знакомый и хороший Олег Продан, тоже царство его небесное, он погиб, причем погиб во время поисковой экспедиции, разбился на вертолете. Он нашел останки экспедиции на берегу земли Франца Иосифа. То есть, в принципе, известный... Недалеко архипелаг земля Франца Иосифа находится, ну, в двух днях хода от Мурманска. Ну, да, да, или либо там на самолете туда прилететь. Там же есть базы и взлетно-посадочная полоса. И, ну, я для зрителей, например, поясню, что как раз эта вот экспедиция на Святой Ане, арктическая, которая вышла в 1912 году и потом пропала бесследно и под руководством капитана Брусилова. И она послужила как раз основой для Армана Каверина два капитана. Ну, на самом деле, из поисковых историй в Арктике мы, конечно же, после того, как закончили фильм «Люди, сделавшие землю круглой», посвященные трансполярным перелетам, мы предлагали, скажем так, на тех верхах, до которых могли достучаться, организовать экспедицию по поиску самолета Ливаневского, пропавшего 15 августа 1937 года. Но, к сожалению, эта история не получила продолжения. Арктика, на самом деле, это место, где еще много белых пятен. Ну и дерзайте, дорогие зрители нашего сегодняшнего зум, нашей сегодняшней зум-конференции. Не все же нам, вот, все себе, вот, слава, лавры, деньги, уважение, почитание, надо что-то и вам оставить. Вопрос от Игоря. Валдис, белые акулы и Антарктида это наверняка здорово. А я в феврале погружался рядом на МКАДе в Крокус-Океанариуме. А вы там погружались? Если да, какие впечатления? Пафнуть и не кусал? Но, если напротив меня виз-за-виз сидит Дима Орлов, как вы думаете, кто был одним из первых погружателей меня в Океанариуме? естественно, Рудаев, конечно, более того, пользуясь тем, что нас сейчас смотрят миллионы, замечательная фраза абсолютно такая бесстыдная. Жаб, пойди проверь. Я всем советую. Кстати, Кристин, ты можешь тоже, между прочим, обновить свой какой-нибудь новый гидрокостюм. Я там не ныряла, а надо, чтобы навыки не терять. Навыки не растерять. Пафнуть, я так понимаю, мы говорим сейчас о местном. Кто там пафнуть? Это самец черепахи, который очень общительный, любит целовать в разные места. Такой он? Нет, я понял, о каком пафнуть тебе речь, нет, не кусал, а меня нельзя. Так, от Егора Пономаренко вопрос. Дмитрий, вам огромное спасибо за проект «Вокруг света под водой». Спасибо. Именно благодаря ему открыли фильмы Валтиса Пельша. Фильм про Антарктиду смотрели с детьми неделю. В полярниках мы играем до сих пор. Это вот у нас было в рамках нашего YouTube тоже цикла, интервью с Валдисом, в котором мы как раз обсудили и кино, и дайвинг, и так далее. Очень приятно. Валдис, вопрос от Андрея. Валдис, сочетание гор и дайвинга пробовали? Высокогорный дайвинг. Если да, то какие ощущения? Нет, не нырял. У меня на самом деле как-то не дошли ноги, руки и снаряжение до высокогорного дайвинга. Но опять же, нужно какое-то уникальное предложение. Может быть, я покажусь таким человеком жертвой стереотипов, но вот я на ход сардины не могу доехать, потому что нужно время, нужно выделить для этого какой-то промежуток в своей жизни, разгрести работу, раздвинуть, еще денег заплатить. А вы говорите высокогорный дайвинг. Пока мне было бы жалко в какой-то момент осознать, что для меня дайвинг закончился, но при этом на ход сардины около побережья Африки я не съездил. Точно так же, как там Галапагосы. Это место, несмотря на то, что, ну как, это тоже стереотип, поехать бы на Галапагосы. Но на Галапагосы надо ехать, потому что это уникальное место, и не только арка Дарвина, но и там тот же остров Святой Изабеллы, где мы лично встретили 21 рыбу-луну размера от 3 метров, и это без плавников и больше, вот, которые просто стояли на Клинстейшене, и мы подходили к ним на расстоянии вытянутой руки. Вот, поэтому пока нет. Так, вопрос от Егора Пономаренко. Как акулы реагировали на аппарат, на подводку, с которым проходила съемка? У нас было два аппарата, они были экспериментальными, их купили накануне нашего отхода в Сан-Диего наши товарищи, которые попытались, мы их назвали Чук и Герк. А Пепелац, наверное, идет. Нет, это Чук и Герк. А нет, вопрос про Пепелац. А, про Пепелац. Дело в том, что у нас еще было два управляемых модуля, которые занимались видеосъемкой экспериментальным, их звали Чук и Герк, но они сходили с ума, потому что они были экспериментальны, и съемки достаточно малое количество. Их несколько раз акулы еще шпиндельнули хвостом, вот, поэтому Чук, по-моему, окончательно сошел с ума, мы его изъяли из воды, за ним бежал Герк, и кричал вытащить, меня вытащить. Насчет вот Пепелац, это, конечно, колоссальное впечатление, потому что ты не ждешь, ты не находишься в некой статике, и зависимость от акулы, ты сам ее ищешь на глубине, я ходил, по-моему, у меня было 34 максимальная глубина, по показаниям приборов, и ты ищешь акулу, вот, ты ее нашел, даешь команды, механику водитель, потому что связь вырубалась у нас глубже 10 метров, связь подводная уже не работала, и ты даешь ему команды лево-право-вперед, и начинаешь догонять акулу. Единственный момент, когда вот мое вот это превосходство, как умного человека, который сидит в клетке, закончилось, дело в том, что у Пепелац, у него вот этот передний выход, он открыт, и там вот такая где-то приблизительно ширина, это я так показываю, а там она вот так будет. И я еще так высунулся по поясу, и, значит, механику показывают туда-сюда, и вижу, мне в лоб идет самка. Вот остается метров 10, 7, 5. Я понял, что вот как я подвысунулся, так надо и подзасунуться, причем подзасовываться надо быстро. И когда осталось, ну, метра, наверное, ну, не больше двух, я думаю, может быть, поменьше, она отвернула. В этот момент я понял, что на самом деле, спасибо ей большое за то, что она отвернула, потому что залезть ко мне, что называется, заходите к нам на огонек, она могла сделать все-таки. И тогда, наверное, тут сидела бы часть меня. Ну, определенно, они весь целиком. Но, конечно, вот это ощущение равенства, почему обязательно нужно выйти из клетки, я считаю, на открытую платформу, потому что ты должен оказаться в одном пространстве, и вас не должно ничего отделять с акулы. Иначе ты будешь в океанариуме или в зоопарке. вот здесь та же самая свобода. Ты движешься, плывешь вместе с акулой на равных. Единственное, что, конечно, когда мы им чуть-чуть надоедали, они давали скорость, включали скорость и уходили. То есть мы не могли разгоняться так быстро, как они, но во всем остальном мы вот были древнейшими хищниками, которые бороздили океаны вместе. Я у меня там, я ходил с парой акул, с тройкой, вот, поэтому это было ощущение, конечно, ва. Спасибо мексиканским ученым и Дмитрию Орлову, который пробил нам пепелат. Дим, а вот поправь меня, если я ошибаюсь, вот по ощущениям складывалось впечатление, что для акулы пепелат, поскольку довольно-таки бесшумная, да, назовем так, лодочка, она достаточно так прям хорошо сливалась и по ощущениям, по итогам съемок акула думала, что это какая-то большая тоже рыба плавает. Да, да, да. Ну, я вот в клетке много нырял в разных местах земного шара и совершенно другие ощущения, то есть когда ты так же плаваешь на той же скорости, что и акула, и акулы настолько были любопытны, то есть вначале они просто офигевали, по-моему, вот когда они увидели, что какая-то такая бандура плавает рядом с ними, им было очень интересно, они подплывали очень близко, заглядывали прямо в глаза, у меня все время вот чесались руки, чтобы их там погладить, потому что мы шли все время вот нос в нос. Но время от времени я, конечно, вспоминал, что далеко высовываться не стоит, поскольку там особенно погрузь, как вот Валдис рассказал. И в это время там немножко туда вот снова там пятился на этого механика, водителя. А так, конечно, ощущение потрясающее. Удивительная штука, совершенно другие впечатления, нежели когда ты даже на клетке стоишь. Все равно другие ощущения, удивительные. И как раз вот большой белый танец, он как раз проявился в самом конце, если вы помните. Вот Аня Ардова, она трусиха все время боялась. Там в фильме она чуть-чуть, конечно, переиграла по сценарию, но реально ей было страшно. И когда в самом конце уже последний день она там в этом попеласе, вокруг нее стали плавать несколько самцов, кружить, и мы так подумали, мы как раз стояли на клетке в это время и подумали, да, вот это и есть белый танец большой. Вальс такой состоялся. Так, идем дальше. Вопросы. Вопросы. От Сергея Чигирева. Долго ли у Макарова, потом болели уши? Ну, я думаю, что... Лешка Лешка травмировался-то прилично. Он действительно... Он... Поскольку он неопытный дайвер... Ой, у меня низкий заряд аккумулятора. Вот. Расскажи пока про это, а я пойду где-нибудь зарядку поищу быстро. Да, давай скажем. А Лешка на самом деле он... Естественно, поскольку он упертый, он же... Я преодолею боль, вот как мальчик, который вытаскивает за нос. Вот. Но он забыл, что есть еще другой вариант. Называется мальчик, засовывающий в ногу за носу, чтобы не идти в армию. Вот. И он, в принципе, мог себе порвать, конечно, уши чертовой бабушки, потому что он думал, что он вот пересилит, да, и сможет перетерпеть боль. Но, к счастью, вот мы прекратили его мучения и запретили ему дальше погружаться. Но он отходил несколько дней. Да. Ну, то есть, я напомню, что на второй день у него это все произошло, когда в пепелатце ныряли, а на третий день, когда нужно было выходить на открытую клетку, то есть, вот на третий день он не нырял вообще. То есть, у него к вечеру, второго дня, когда все это произошло, ну, скажем так, несколько слух восстановился, но в плане давления и боли у него достаточно долго держалось, поэтому, если, Дима, ты помнишь, на третий день он не нырял вообще. Да, да, помню. Да, есть такое. Значит, вопрос, пока Валдис ходит, пропущу вопрос лично ему. Попелатцем сам управляешь либо оператор? Оператор. Там механик-водитель сзади лежит и Попелатцем управляет. Валдис Кристина, спасибо за отличные отечественные научно-популярные фильмы. Если у вас желание, планы снимать фильмы на тему не только путешествий, например, космоса, макро-мира, истории России и так далее. Космоса? Меня друзья всегда спрашивают, что следующий космос у вас. На самом деле, мы думали про космос, но есть фильм, который снят на канале Россия. Вот. Это история, когда хитрые специалисты ВГТРК просто отправили камеру на МКС. И космонавты, собственно говоря, что-то рассказывали. У них эта камера была целый год на орбите практически. Мы бы, конечно же, это не бахвайство, но это правда. Мы бы сняли, конечно же, интереснее и лучше, но для этого мы понимаем, что нужно туда посылать ведущего. Более того, надо посылать и режиссера, потому что... Ну, то есть, туда надо посылать съемочную группу. Ну, и пока, когда мы сказали, что нам нужно человек пять послать на орбиту, понятно, что никто с нами серьезно разговаривать не будет, но и фильм уже есть такой, да, и, наверное, создавать нечто такое же, но, скажем так, с другого ракурса нет смысла. Здесь нас опередили, коллеги с канала Россия, мы их, допустим, сделали в Антарктиде, потому что они должны были тоже поехать в сезон 18-19, но у них ничего не получилось. И единственное, что они успели, это вот канун двухсотлетия Антарктиды, а фильм, естественно, снимался к двухсотлетию Антарктиды, они послали туда одного из своих корреспондентов, он там походил по побережью, а вот так глубоко, как прошли Антарктиды, никто не проходил. И в ближайшее время, наверное, вряд ли таким маршрутом через три полюса кто-то пройдет, потому что, ну, это сложная, серьезная, дорогостоящая история, надо отдать должное, это реклама, да, потому что нас смотрят миллионы, спасибо огромное, компании Лукойл, которые просто профинансировали эту экспедицию, потому что им было интересно нас поддержать. Конечно же, я думаю, что им было приятно и сейчас им приятно рассказывать всем, что, ребята, они на Лукойловском топливе зимнем, арктическом шли, вот ваша там ТАП-нефть, например, или БИП, еще неизвестно, как себя поведет. Вот, спасибо им огромное, потому что это был дорогостоящий проект, он стоил около двух миллионов долларов, который мы, честно, бабахнули в эту всю историю и бабахнули весело, мне кажется. Однозначно. Вопрос от Павла Ремезова. Валдец, расскажите, пожалуйста, про вашу ныряющую дочь. Вы не планируете привлечь ее к участию в каком-нибудь из ваших будущих дайверских фильмах? Но, надо сказать, что Эльжена сейчас плотно, она закончила в Англии университет по специальности психологии, сейчас ее очень привлекла высшая нервная деятельность, она сейчас в магистратуре биопака Московского государственного ордена Ленина, ордена Трудового Красного Знамени имени Михаила Васильевича Ломоноса в университете и там плотно. Молодец, поддерживаю. Там два года очень плотного обучения и я просто вот возгордился своей альмаматор, потому что одно дело, когда ты подъезжаешь к первому гуманитарному корпусу МГУ, где там филологи, юристы, историки, девушки с отделения истории и искусств, и другое дело, когда ты подъезжаешь к биофаку. Это вот сборище ботанов, которые прямо грызут гранит науки, реально грызут. Ну, в данном случае они там режут мышей, препарируют и прочее-прочее, и поэтому я думаю в ближайшее время, даже если я ей предложу какую-нибудь очень интересную экспедицию, связанную с нырялками, она ныряет с 11 или с 12, я уже не помню, но она ныряет. она мне скажет, пап, ты знаешь, не до пузырей сейчас. Сейчас другой важный. А? С 11 я точно помню. Да. Вот, поэтому пока нет. Отлично. Хорошо, друзья, что вы, Валдис, Кристина, что вы хотели бы пожелать нашим слушателям, ну, и дайверам вообще? На самом деле хочется вам позавидовать, дорогие друзья, потому что у вас есть возможность нырять чаще, чем я. Я что-то на самом деле, я, кстати, со съемок Большой Белый не нырял, то есть с 17-го года я вообще, у меня гидрокостюм потрескался от сухости, но мы готовим себя, мы готовим к большому проекту, который будет связан с водой. Вот, вам интересных дайв-сайтов, интересных специализаций, потому что каждый может в дайвинге выбрать свое вот какое-то уникальное занятие и с огромным воодушевлением о нем рассказывать и увлекать других людей. Вот, интересных встреч, ну, и, соответственно, безопасных сплетий и погружений. Я хотела бы тогда сказать, где бы вы не ныряли, где бы вы не занимались пляжным отдыхом, просто беречь природу, не мусорить и очень бережно относиться ко всей морской живности, будь то какие-то кораллы, будь то там рыбешки посерьезнее, просто очень бережно. Это такая там живая планета, которой мы порой очень, ну, варварски к ней относимся. Беречь, не мусорить и как-то следить за этим. И миру мир. И сейчас все дайверское сообщество сказала в адрес Кристины, спасибо тебе, капитан очевидность. Не, ну правда, ну и тем не менее, народ очень... Да мы по жизни за экологию. Балдис, Кристина, большое спасибо, что пришли к нам в гости в Рудовидение. Получился такой веселый, душевный разговор. Жду с нетерпением, когда мы встретимся уже в офлайне, потому что этот онлайн вот тут уже просто. Ой, можно добавлю? Можно добавлю? Так самое главное не сказала. Все, кто смотрели, пересмотреть, а все, кто еще не видел, посмотрите обязательно «Большой белый танец» на нашем YouTube-канале Валдис Пельш. Обязательно. И рекомендовать всем друзьям. Это я только что хотел сказать вообще про это. Да, друзья, поддерживаю. Посмотрите или пересмотрите фильм «Большой белый танец». Там он красивый, веселый и там много очень полезной информации, правильной информации. Подтверждаю, как биолог. Большое всем спасибо за хорошую компанию. Держимся и ждем творческих успехов от РД-студии. Всем пока. Счастливо, пока. До свидания. Пока-пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова